Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Завершилась третья интенсивная неделя на американском фондовом рынке. Наблюдается переход от глубокой просадки к полноценному восходящему тренду, и индексы стремятся к максимумам текущего года. Неудивительно, что даже после рекордного роста в предыдущей неделе перекупленность рынка не провоцирует технической коррекции индексов. С начала прошлой недели индексы увеличились более чем на 2%. До достижения годовых максимумов, установленных летом, индексом акций остается всего около 2%. Этот показатель вполне реалистичен для достижения до конца текущего года. Инвесторы теперь ожидают выход последнего протокола заседания ФРС и ряда экономических данных из Соединенных Штатов в качестве дальнейших ориентиров. А вот что касается корпоративной отчетности, то на этой неделе помимо Nvidia о доходах должны сообщить такие компании как Agilent, Autodesk, Dell, Dollar Tree и Zoom. Оставайтесь с нами. Финансовый мир всегда полон сюрпризов и интересных событий. Досмотрите это видео до конца и делитесь своим мнением в комментариях. Случаю дня благодарения в Соединенных Штатах, а пятница объявлена сокращенной. Экономический календарь также не предполагает больших движений. Инвесторы, скорее всего, будут пассивными в ближайшие дни. Среди наиболее важных событий стоит отметить данные по продажам на вторичном рынке жилья и базовые заказы на товары длительного пользования. Продажи на вторичном рынке снижаются с февраля 2022 года, но темп этого снижения уже замедлился. Кроме того, ипотечные ставки в Соединенных Штатах снизились с октябрьских пиков и вернулись к уровню в 7,61%, что создает надежду на стабилизацию рынка недвижимости и продажи на вторичном рынке могут превзойти ожидания. Базовые заказы на товары длительного пользования в октябре, вероятно, вырастут незначительно, но подобная новость, скорее всего, не вызовет негативной реакции. Также на этой неделе будут опубликованы протоколы из последнего заседания ФРС. Здесь должен преобладать истребийный тон, так как всего пару недель назад ФРС стремилась убедить рынки в своей решимости бороться с инфляцией. Однако после позитивного отчета по инфляции такая тональность протоколов может показаться неактуальной и, вероятно, не повлияет на динамику торгов. Поскольку неделя ожидается малособытийной, фактор инфляции и монетарной политики продолжит выступать темой номер один. Данные об инфляции спровоцировали размышления на рынке относительно возможного начала резкого снижения процентных ставок ФРС. Дополнительный импульс придает ухудшение ситуации на рынке труда. Пониженная занятость и рост заявок на пособие по безработице также играют за монетарную паузу. Участники рынка сейчас считают весьма вероятным, что базовая ставка упадет на 1% пункт к концу следующего года. Причем первое снижение может произойти уже в мае месяце. Профессор Уортонской школы Джереми Сигел заявил, что борьба Центробанка с высокой инфляцией почти завершена и уменьшение ставок может начаться в марте. На данный момент рынки практически полностью отклонили возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Такой фон вполне может создать позитивный настрой, который перейдет в рождественское ралли. Рассматривая каждый индекс в отдельности, стоит отметить, что Dow Jones на прошлой неделе вырос на 1,9%. С конца октября промышленный индекс вырос на 8%, поднявшись выше 35 тыс. пунктов. Хотя ключевые индексы находятся на пути к своему наилучшему месяцу с июня, не все разделяют этот оптимизм. Несколько известных инвесторов, включая Джима Роджерса и Дэвида Эйнхорна, предупреждают о предстоящей рецессии и ее потенциальном негативном воздействии на акции. На дневном графике индекса Dow Jones было замечено формирование важного сигнала на продажу, так называемого креста смерти. Эксперты интерпретируют эту формацию как медвежий сигнал, который по Институту корпоративных финансов определяется как графическая модель, указывающая на переход от бычьего рынка к медвежьему. Последний раз данная модель появилась в кризисный март 2020 года, после чего индекс Dow Jones снизился примерно на 12% в течение последующих пяти месяцев. Между тем в Goldman Sachs выражают оптимизм относительно экономики США в следующем году, ожидая мягкую посадку. Эксперты указывают на замедление экономического роста, снижение инфляции и ожидание снижения процентных ставок как факторы, способствующие снижению доходности Treasuries и поддерживающие акции. Индекс S&P500 поднялся на 2,2% и следующим ориентиром становится пик в 4600 пунктов. Тем просто замедляется, однако коррекция до сих пор не удавалась. Несмотря на перегретость рынка, откат от локальных максимумов был крайне ограничен и быстро прекращался. Если вдруг коррекция случится, не забывайте, что поддержка в индексе S&P500 поднимается до уровня 4450 пунктов. Все мы понимаем, расти без остановки сложно. Нужен технический перерыв для набора сил перед очередным рывком на годовой пик. И сейчас самое время. Достижение годового максимума на уровне 4600 пунктов, скорее всего, будет актуальным вопросом к концу текущего года. В краткосрочной перспективе инвесторы, ориентированные на повышение, могут предпринять техническую паузу, снижая перекупленность активов и открывая возможность для дальнейшего восходящего движения. Текущий пик индекса S&P500 выше отметки 4520 пунктов соответствует уровням, зафиксированным 1 сентября. Более адекватный и сильный уровень спроса ожидается на уровне 4450 пунктов. Именно от этой точки возможны дополнительные покупки способные подтолкнуть индекс к новому максимуму в 2023 году. NASDAQ по итогам прошлой семидневки вырос на 2,4%. Кстати, понедельник стал для этого индекса очень удачным. Внутри дня было набрано 1,1% роста – лучший результат среди ключевых индикаторов. Впрочем, S&P500 тоже не сильно отстал, заработав 0,7% роста. NASDAQ достиг самых высоких уровней с июля, превысив отметку в 16 тыс. Сектор технологий и коммуникационных услуг показал лучшие результаты. Во главе подъема был Microsoft. Акции росли на 2% до рекордно высокого уровня в 377,22$, после того как компания наняла бывшего главу OpenAI Сэма Альтмана возглавить новую исследовательскую группу по искусственному интеллекту. Компания была на пути к тому, чтобы увеличить свою рыночную стоимость почти на 30 млрд долларов при текущих уровнях. Это было близко к оценке, которую OpenAI получил в ходе своего последнего сбора средств. Акции Nvidia также достигли рекордного уровня 504,20$ в преддверии выхода квартальных результатов. Акции Boeing подскочили на 4,6% после того как Deutsche Bank повысил цену акций производителя самолетов до уровня покупать с удержания. Наиболее жарко было вокруг компании Microsoft, здесь огонь либо разгорится сильнее, либо потухнет так же быстро, как загорелся. Тем не менее, по данным Bloomberg, сотни сотрудников OpenAI выразили угрозу об отставке. Они намерены пойти за бывшим гендиректором Сэмом Альтманом. В письме отметилось приблизительно 500 из примерно 770 сотрудников этой компании, высказывая требования об отставке текущего совета директоров OpenAI. В той суматохе Microsoft пока выходит победителем. И мы продолжаем следить за ситуацией, чтобы вы всегда оставались в курсе всех событий. Не забывайте подписываться на канал и комментировать это видео, ведь мы работаем для вас, снимая самые актуальные выпуски каждый день и каждую неделю. На этом мы завершаем наш выпуск. До новых встреч!